Вот это растение. Нашла еще несколько черенков, у которых хорошая корневая система обрезала лишнее. Но необходимо дать подсохнуть срезом. Сажать вот так вот влажный срез нельзя. И как только они подсохнут, я их посажу. Но уже, видимо, показывать не буду, потому как ничего в этом особенного нет. А сейчас покажу композиции, которые есть у меня. Видите, это же вородящий каванхой. Сколько у него там маленьких деток. Аккуратненько, чтобы не обсыпались. Процесс посадки я не показывала. Сажается так же, как все суккуленты и кактусы. Грунт нужен с камешками, с песком. Вот этот череночек вы видели в первых кадрах. А вот эти я посадила, когда уже подсохли срезы. Что сказать про это растение? Оно, конечно, уникально в плане того, что оно живородящее. Вот здесь вот новые растенницы, уже готовые. Как только упадут на грунт, тут же пускают корешочки и растут. Но еще это растение уникальное, как лечебное. В детстве нам часто капали в нос сок этого растения. И потом мы хорошенечко прочихивались и дышали прекрасно. Лекарь. Возник вопрос у любительницы растений. Спрашивает меня. Я попробую найти комментарий. Написали в одноклассниках. И уже много раз меняла грунт. И что по краю сухое. Ну, не буду я пересказывать. Я просто покажу и фото, и сам вопрос. И давайте подумаем вместе. Прочитала еще раз по поводу этих пятен. Думаю, что это грибок. Посоветовала метронидозол или трихопол. Воспользоваться объяснила как. Вот эту причину хозяйка говорит, что возможно кто-то объедает. Ну, если так, то можно воспользоваться октарой. Пролить дважды я тоже объяснила. Но мне очень важно услышать ваше мнение. Такое у вас бывало? Печально, что это растение забывается и исчезает из наших квартир. Так же, как традисканция, как хлорофитумы. Все новомодные цветы сейчас востребованы. Всего доброго. Июль 2024 года. Пишите отклики, подписывайтесь. С вами Екатерина.